Музыка Жилищно-коммунальное хозяйство – сфера, где возникает масса проблемных вопросов. Даже в закон о жилищных отношениях за четверть века внесено более 60 изменений. Основные нарекания и жалобы жителей многоэтажных домов – некачественное управление и хищение средств. Ведь у КСК один счет и много запутанных финансовых схем, по которым практически невозможно отследить целевое использование собранных денег. Поэтому было решено создать объединение собственников имущества по принципу «одно оси – один дом – один счет». В итоге сегодня действуют обе эти основные формы управления жилищным фондом. Почему так получилось? Давайте разберемся. Всем доброго дня! Это проект «Прямая связь», в котором мы отслеживаем, как выстроена цепь гражданин-депутат-чиновник, а именно как обращения казахстанцев через депутатов доходят до правительства и какая обратная связь из этого получается. Сегодня детальный разбор депутатского запроса члена фракции «Аманат» Альберта Рау. В своем обращении на имя вице-премьера Романа Скляра, заместитель председателя Мажелиса, обращал внимание на внедрение новой модели управления общедомовой собственностью. Переход на новую форму управления жилым фондом стал критически чувствительным вопросом для нашего населения. Наиболее чувствительным этот вопрос стал в 2020 году, когда были внесены изменения в сферу ЖКХ. Согласно принятому тогда закону, вместо привычной аббревиатуры КСК, кооператива собственников квартир, нам предложили выучить две другие оси, что значит «Объединение собственников имущества» и ПТ, или «Простые товарищества». Правительство, инициировав эти изменения, оно исходило, прежде всего, из многочисленных жалоб. И они, кстати, до сих пор приходят и к нам, и так далее. КСК накопили определенный такой чемодан негатива, возмущений, репутационных различных там коллизий, которые в итоге вылились в то, что в принципе по отношению этой формы управления у жильцов в целом в обществе возникло такое негативное мнение. Негативное отношение у жильцов накапливалось не одно десятилетие, с 90-х годов. Все это время КСК оставались единственной формой управления жилищным фондом. И это несовершенство законодательства породило бесконтрольность и непрозрачность деятельности основной массы кооператива собственников квартир в целом и их председателей в частности. Например, КСК объединяет 10, 20, а то и 50 многоэтажных домов. Денежные сборы, соответственно, попадают на один банковский счет и в данном случае теряется прозрачность их использования. Согласитесь, что очень сложно в такой ситуации точно определить, какому дому, сколько и на что именно было выделено из общего кошелька. При этом председатель КСК сам выступает с заказчиком, сам исполнителем, сам оплачивает работу из своего же кармана и сам его принимает. Вот где самая есть серая схема. И так назрела реформа. Альтернативой выступило объединение собственников имущества, в котором по замыслу все должно было стать прозрачным. ОСИ можно создать на основе одного многоквартирного дома или нескольких многоэтажек, но стоящих на одном фундаменте. Причем у них должна быть единая инженерная система. Решение о создании ОСИ принимается на общем собрании, на котором присутствует более половины от всего количества собственников квартир и нежилых помещений. Эксперты выделяют следующие плюсы объединения собственников имущества. В ОСИ могут состоять исключительно сами жильцы многоквартирного дома. Председатель ОСИ и Совет дома избираются только из числа собственников квартир и нежилых помещений. Текущие сберегательные счета открываются непосредственно на ОСИ. Мониторинг денежных средств ведется председателем ОСИ и Советом дома. Договор с сервисной компанией заключается председателем ОСИ на один год. Особо радует жителей дома, что председатель ОСИ должен ежемесячно представлять отчет о проделанной работе. Главное отличие ОСИ в том, что жильцы управляют только своим домом. Это дает возможность им копить деньги на капитальный ремонт, мониторить поступление средств и их целевое расходование по принципу «один дом, одно объединение, один счет». В случае же с КСК денежные сборы со всех домов уходили на общий счет. А на что их затем использовали – больной вопрос, который жильцы постоянно задают многим председателям КСК. Вот эти отличия на начальном этапе побудили противостояние двух систем. Председатели КСК, особенно больших, они понимали, что ОСИ, оно не позволит им распоряжаться таким количеством денежных средств, как сейчас, когда КСК, когда много домов, когда нет принципа прозрачности расходования средств, понимание того, что люди в этом участвуют. Появление на рынке ОСИ привело взаимоотношения жильцов и подрядчиков, взявшихся его содержать, на договорные отношения, чего не было ранее. Теперь у нас есть возможность в случае недовольства ремонтом или обслуживанием дома взять и заменить сервисную компанию. «Вы меня как представитель КСК не устраиваете, но переизбрать я вас реально не могу. Бессилие у людей. А если у нас с вами договор, как с сервисной компанией, да, или там управляющей, то это совершенно другое. Не нравится, я могу пойти другого выбрать». Изначально планировалось, что с 2020 года вместо КСК будут две новые формы управления – ОСИ, как юридическое лицо, и простое товарищество, без образования юрлица. Но случился переходный период, локдаун, потом бумажная волокита, пока в 2022 году деятельность КСК не продлили еще на год. Все это время в народе копилось непонимание и даже непринятие реформ. Высказывались недовольства и жалобы, пока на ситуацию не обратил внимание президент страны. «Реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца. И наряду с ОСИ по-прежнему функционирует КСК. Вообще мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись, мне кажется. Сейчас уже поздно говорить, кто это предлагал в свое время, но сейчас правительство вместе с Акимом должны найти выход из этой ситуации, потому что положение достаточно серьезное. Я надеюсь на поддержку и активное участие депутатов всех уровней, будь это Маслихата, Наш Лес, Сенат. Здесь вот присутствует Альберт Рау, вы занимались этими вопросами. Мне кажется, надо более серьезно подойти к решению этой задачи». Тогда разработчики законопроекта, чтобы снять напряжение в обществе, предложили, кажется, единственно верный вариант – убрать обязательное упразднение КСК. «Мы за то, чтобы КСК остались, за то, чтобы каждый дом сам решил, входит он или нет в это КСК, делегировали, соответственно, создавалось правление, нанимался, соответственно, профессиональный управляющий, который брал на себя всю ответственность». «Я думаю, что должны существовать много форм. А уже жильцы, они будут выбирать в конечном итоге, какая форма для них более приемлема». Итак, реформа забуксовала. Не получилось внедрить ее быстро и эффективно по всей стране. В чем же были основные причины провала нововведения? Основной причиной эксперты называют сопротивление председателей КСК, которые лишились годами создаваемых и хорошо отлаженных кормушек. Следующая причина – местные власти, которые не сумели должным образом, а, возможно, и не захотели помочь в становлении новоиспеченным УСИ. Ну и третья причина – самая банальная – инертность людей. Многие казахстанцы не знали о принятом законе или попросту отстранились от действий. Ведь мы привыкли годами жить в квартире, не вникая в проблемы своего дома. Однако изменился закон, и теперь состояние дома – ответственность каждого жильца. То есть, на самом деле УСИ прозрачная и хорошая форма управления, правильная, тогда, когда у членов этого УСИ есть желание участвовать в управлении. А когда желания нет, то УСИ, так же как КСК, превращается в организацию, которую управляет группа лиц. Но основной проблемой реформы эксперты называют управленцев, вернее, их отсутствие. Есть много примеров как улучшения дел с образованием УСИ, так и наоборот. И очень часто это связано с правильным выбором председателя, который разбирается практически во всем – от юридических и финансовых до бытовых и технических вопросов. Что, согласитесь, большая редкость. Тот человек, который каждый день управляет домом или группой домов, он должен иметь соответствующие квалификации, знания и уровень. Понимаете? Это не только техника, это и финансы, и юридические какие-то минимальные знания. Итак, согласно закону, председатель УСИ должен совместить в себе два важных момента – быть жителем дома и обладать необходимыми профессиональными знаниями и навыками. В теории звучит неплохо, но на практике, как выяснилось, не все так гладко. А потому считается лучше, если председатель станет управлять процессом в целом, привлекая для решения задач сервисные компании или те же КСК. В КСК должно быть не председатель КСК, а председатель правления КСК, а управляющий должен быть, не обязательно житель этих домов, но профессионал. Они его должны нанимать. И такая же форма должна быть и в УСИ. Но и этого мало. Председатель УСИ для эффективного хозяйствования должен иметь постоянно пополняемый счет. Казалось бы, председателя выбрали, вручили бразды правления, а значит оказали доверие. Теперь будьте добры, вовремя оплачивайте взносы. Но не тут-то было. Главная проблема всех председателей УСИ – вовремя и в полном объеме собирать деньги жильцов на содержание общедомового имущества и капитальный ремонт. С 2011 года накопление на капремод толком не осуществлялись. Всего где-то 3%, как я помню. А в случае объединения собственников имущества с наличием одного текущего счета и одного счета на капремод, жители полностью видят, сколько собралось за месяц денег на текущем счете, сколько на накопительном, на сберегательном счете. Исходя из этого, органы управления планируют работать. Когда все терпимо, то есть можно протянуть косметическими ремонтами, отделаться – это возможно. Но когда дело идет в глобальных проблемах, когда дело касается больших затрат капиталов, то здесь уже, конечно, все подключаются. Согласно закону о жилищных отношениях, бюджет ОСИ делится на две основные части. 30% средств могут быть использованы на управление кондоминимумом, то есть на зарплату председателя, бухгалтера, дворника, сантехника, электрика, аренду офиса и уплату налогов. 70% собранных средств могут идти на содержание дома и прилегающей территории, а также на капитальный ремонт. Государству хочется иметь эффективную форму управления жилым фондом, когда мы сами озабочены тем, чтобы сохранить свой дом в лучшем для эксплуатации виде на долгие годы. А значит, чувствовали себя полноценными хозяевами не только квартир, но и дома в целом. Как показывает практика, в этом на все 100% могут быть заинтересованы только сами жильцы, а не какая-то организация со стороны. Каждый гражданин должен понимать, что у него, кроме своей квартиры, есть определенная доля общего имущества объекта кондоминиума, и бремя содержания объекта общего имущества лежит на самих жильцах. Много граждан, которые считают, что у него есть квартира, и все, больше его ничего не интересует. Моя квартира, моя хата с краю, я ничего не знаю. Реалии показывают, что право на жизнь имеют все формы управления, если жители активно проявляют свою позицию. Как минимум участвуют в выборах председателя или утверждении тарифа. И то, кому доверите заботу о доме, КСК или ОСИ, должно быть вашим решением. Неважно, под какой аббревиатурой вы живете, если дело касается ответственности, прозрачности, исполнения обязательств. Например, жильцы дома будут видеть рядом, что дом, он шикарно выглядит, и все довольны, и они в форме ОСИ, то они всегда смогут эту форму взять себе и зарегистрировать, и точно так же осуществлять деятельность в форме ОСИ, выбрать своего соседа председателем и двигаться. То есть не надо ограничивать, люди должны иметь право выбора. И это право надо закрепить законодательно. Жизнь показывает, что КСК должны перенять прозрачность деятельности ОСИ и его подотчетность, а тем, в свою очередь, пригодится опыт КСК. Разработчики видят, что подобные проблемы требуют нового подхода. Необходимы изменения, поправки в закон, которые отразят преимущества обеих форм управления жилищным фондом. Почти 9 месяцев он был на рассмотрении правительства. Мы его прошлым летом еще отдали в правительство, обсуждали с всеми госоргами и так далее. Вот сейчас он зашел, скоро возьмем в работу. Будем работать, конечно, с привлечением широкой общественности. Каждый год в Казахстане принимают новые законы, проводят реформы, вносят изменения. Что-то на слуху, что-то проходит менее заметно. Но все, что связано с ЖКХ, воспринимается особенно живо и порой болезненно. Потому что затрагивает интересы большинства казахстанцев, проживающих в многоэтажках. Пришло время понять, что наши дома – это общее достояние всех владельцев квартир. А значит, и ответственность за их содержание также на каждом из нас. Это была «Прямая связь», программа, в которой мы отслеживаем путь обращений граждан через депутатов к чиновникам. Смотрите наши выпуски не только в эфире телеканала «Астана», но и на сайте astanatv.kz. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok